Добрый день, мои дорогие зрители, вышивальщики и вышивальщицы, мои друзья! В сегодняшнем видео я вам хочу показать свою новую работу. Я сегодня ее буду начинать. У меня еще не все нитки DMC куплены на этот сюжет. Сейчас пойду в Майклс за нитками, недостающимися. А покажу вам и расскажу больше об этом дизайне. И пройдемся мы по материалам остальным. Значит, вот поближе вам покажу эту карту. Называется Design Royal Games. Это можно перевести по-разному. Аристократические игры, королевские игры, царские игры, кому как нравится. Вот первая половина карты, она идет вверху. Мы видим какие интересные сережки, бусы тут. Очень красивый корсет так рашит бисером. Роза очень мне нравится. И что самое главное, первое, что я обращаю внимание, это руки. Тут очень красивая рука. Ну, как для норы. Ну, это просто... Мне очень нравится тут рука. Сама роза. Я восхищена этим. Очень красивые цветы вот в голове у нее. И, видите, этот сюжет. Тут можно провести так вот линию и сделать такую же даму внизу. Потому что соответствует, вроде бы, соответствует вот этот вот контур. Вот. Я еще не открывала схему, не проверяла. Но мне говорили на ретрите, что это, вроде бы, четкая очень линия. И вверху вот такая вот пиковая дама. Посмотрите, тоже тут у нее вот такие вот бусы интересные. Чокер вот такой вот модный. Ну, это уже стиль вот норы в вышивке. Она так любит придавать такие вот короны. Я не знаю, как еще назвать их. Маска интересная. Ну, тут бэкстич идет, видите, по всему краю. Нужно аккуратно будет его вышивать. Тоже стараться ровно-ровно. Вот такая вот изящная просто рука. И роза в готическом таком вот стиле. Очень мне нравится, как идет извилистые такие линии. Схема сама небольшая. Всего лишь 130 на 189 крестиков. Вышивается она на 32-ом каунте Optical White. Леон от Witchelt Imports. Или альтернатива 16-й каунт Аиды, что ли. Ну, в общем, тоже отвечает, что-то предлагает. Я думала, я буду по ключу вышивать, брать себе ткань по ключу. Но тут у меня подруга моя Лена. Лена, тебе привет. Спасибо большое за такой вот подарок просто царский. И она заказывала эту ткань совершенно на другой проект. И тут нам Нора сюрприз преподнесла. Новую схему. На которую вообще я не рассчитывала, не ожидала. Поэтому я отодвинула все свои процессы. Сегодня довышиваю уже домик. Закончу его. И начну вот эту вот карту. Именно на этом линии. Этот лен, он идет от Свайгард. Как мы видим, вот по такой вот линии. Я не знаю точно, как он называется. Но вот, может, приближу, посмотрите его цвет. Я потом в комментариях оставлю вам название этого лена. Это 1 восьмая ярда. То есть этот сюжет помещается не на четверть ярда. А четверть ярда мы вот поделили напополам. Получается 1 восьмая ярда. Вот. И не знаю. Мне так понравился этот отрез ткани. Что я вот уже вижу. И только ее на этом отрезе ткани еще очень красиво будут вышивать на желтом льне. Тоже очень красиво получается. Я видела приблизительный результат по программе ставят. И вот такого тоже оттенка. Ну, очень похожего я видела на ретрите. Уже начали вышивать эту карту. Вот у меня некоторые ниточки есть. DMC, которые идут по ключу. Вот эти вот. Вот их немного. Но у меня что-то есть в своих запасах. Я сейчас буду проверять. И 2 кренника идет тоже. Вот такие вот два кренника. Красивые оттенки. Я думаю, будет очень красиво смотреться. И результат однозначно будет происходить ожидания. Потому что фото вообще не передает там ничего. Бисера практически не видно. 007. Very fine. Четверочка. И 202. Highlighter. Тоже четверочка. Вот такие вот. Две катушечки кренника. И бисера немного. Его. Он такой вот стандартный. Всего лишь одна магнифика. Я открыла. У меня такой вот набор бисера был. Это MD номер 150 и Royal Games 1. Вот такой вот магнифика идет бисер. Он очень ровный. Его очень приятно пришивать. Следующий бисер вот такой вот идет. 20165. По-моему, у меня такой есть даже. Вот. 02.026. Такой вот голубенький интересный бисер. Вот черный бисер. 02.014. 02.005. Тоже такой преломутровый красивый розовый. 02.007.0. И 03.051. Такие вот два бисера еще. И последние два. Тоже он такой черный перламутровый. 3081. И вот такой вот бисер. 42.011. Желтенький. По этому процессу все. Я начинаю его сегодня. Пожелайте мне удачи и быстрых крестиков. Хочу вышить его. Остаться с другим своим процессом. С моим сэмплером вдохновения. И все. Остальные у меня процессы долгоиграющие. Я их по чуть-чуть вышиваю. Это у меня Blackbird сэмплер. И мой маячок от Dimensions. Сейчас я вам покажу новый свой процесс. Тоже я его начала на ретрите. То есть это меньше, чем неделю назад. Я его вышиваю уже, по-моему, около пяти дней. Но процесс идет очень быстро, потому что он очень-очень легкий. Ну, в начале он легкий. И тут, конечно, вверху придется не вышивать одиночек. И вот тут тоже, как мы видим, вот эту вот часть я отшила. Тут, конечно, более так идет уже насыщенный такой вот сюжет. Это Lily of the Woods. Это Dreaming Fairy. Мечтающая фейка. Она тут спит. Устала от своих вечеринок. Вот. MD номер 180. Вот такой вот ключик у нее. DMC. Ну, только немного DMC. Нормально. Очень много бисера. Этот дизайн, ну, просто не могу вам передать, насколько он богатый по бисеру. Смотрите, размер ее 207 на 222. То есть, это средний размер у Nora Corbett. Это средний. Абсолютно вот такая серединка. Вот, смотрите, сколько тут бисера идет. 13 пакетов. 12.065. Это все трежерсы. И 12.144.6 пакетов. Ну, это самый шикарный подарок, который я когда-то получала. Вот. Это Лена меня удивила на мой день рождения. Решила меня шокировать. Вот. Я была, конечно, потрясена. В общем, у меня до сих пор эмоции зашкаливают. Это то, что я отшила. Вот, смотрите. Вот, вышила. Мне очень нравится, как ткань сочетается вот с вышикой тут. Я вам поближе покажу. Он несложно вышивается абсолютно, потому что большие цветовые пятна. И, как я вам говорила, потом уже пойдет более сложно вверху. Это юбка свисает. Но прямо вот, знаете, Нора говорила, что у нее в каждом сюжете есть что-то, вот какое-то движение. Обязательно или у русалки хвостик вот движется, или листики вот шелестят. Вот как-то вот, знаете, она всегда обязательно старается передать какое-то движение. Вот, и мне кажется, вот, ну, это вот юбка прямо вот, ну, я как чувствую, что она свисает. И мне очень нравится, вот, выбор ткани. Я очень переживала, сомневалась. И, ну, программу мне присылали. Вообще получилась калькатура вот с этой тканью. Но, как получается, я вот поставила на расстоянии, чтобы посмотреть, убедиться. И у меня глаз не может нарадоваться. Я очень-очень довольна выбору вот этой вот основы. Там вверху, в принципе, ничего такого уже не будет другого. Потому что все цветовые, вот, все цвета, в принципе, задействованы. Ну, там розовый, естественно, он будет передаваться хорошо на этой конве. На этом линии. Это Pitcher's Plus, Old Spicy называется цвет. От компании Pitcher's Plus. И вот у меня еще вверху вот будут такие вот цвета. Вот, вы тоже видите, как они вот хорошо будут выделяться на этой ткани. Вот, поближе вам покажу. Вот. Еще раз повторяю, это у меня результат практически за пять дней. Ну, на ретрите мы, конечно, целый день вышивали. Ну, как целый день? Мы там еще и общались, нас еще отвлекали. Вот, думаю, уже я в более спокойной обстановке вышиваю. И мне вот, ну, если бы не Royal Games, я бы, наверное, не оторвалась от этого сюжета. Мне очень нравится. Я сейчас покажу вам еще свои материалы на эту работу. Поверьте, это очень такая вот затратная миробилька. Вот этот креник, который идет по ключу. Сейчас вам поближе покажу. И вот ниточки я уже. Поэтому такой вот бардак. Но я тут знаю все, что где лежит. У меня это... У меня сейчас эта система организации очень устраивает. Потому что, ну, я вставляю иголочку в бобинку. И мне все видно, мне все прекрасно понятно. Вот такой вот креник еще идет. Вот это номер 080 Highlighter. Вот такой вот. Следующий номер. 023. Вот такой вот. 32, 28. 0, 24. Вот такой вот цвет. И вот последний креник. В общем, получается, 3 креника. 198. Три вот таких вот креника. Тоже они хорошо тут. Видно, что цвета так выделяются очень хорошо. Так. И бисер. Бисера очень много. Я даже не знаю, как мне его вам показывать, чтобы у него не уснули. Потому что тут... Смотрите. Вот такое вот множество цветов. И крупный бисер, и средний. 62033. Вот такой вот розовый. 16031. Вот такой вот крупный. 02011. Это очень часто встречающийся бисер. Очень повторяется часто в дизайнах норы. Вот еще 02031. Тоже часто встречается, особенно у русалок. Вот такой вот крупный. Ни разу, по-моему, такой еще не пришивала. 16615. И другая часть бисера. Как вы видите, очень много. Вот такой вот розовый, интересный. 18819. Он тоже часто встречается. И 18828. Ну, это, наверное, каждая вторая миробилька у норы с таким вот бисером. Вот. Так, а это трейдерсы, которых там по 16, по 6 коробок. 12.065. Я их пересыпала. Я вам сейчас достану и покажу. Это их нужно много. Я вот все эти коробки пересыпала в свой органайзер, чтобы у меня места не занимало много. И 12.44. Я вам сейчас открою, покажу. И вот последние два бисера остались. Это 0202 и 03052. Вот такой желтенький и розовый. Сейчас покажу вам. Эти трейдерсы, которых тут очень много нужно. Вот они такие вот. Смотрите. Листики. Вот. Их очень много нужно. И... Сейчас, секунду, простите. И 12.065 тоже. Вот. Я знаю, что их заменяют. Их можно на что-то заменить. Если вы найдете, то вы очень много сэкономите. Очень. Ну, это вся стоимость из-за этих вот трейдерсов очень такая. И вот такие вот. Так же у меня был вопрос от Оксаны Дерезы по поводу двух русалочек. Я специально схему взяла, чтобы вы поняли. Могли понять, о каких русалках идет речь. Вот такие вот две, это Twin Mermaids. В общем, Оксана посчитала по калькулятору канвы, что не полярда нужно, а можно поместить эти русалки на четверть ярда. В принципе, это правда. Но я взяла ткань, которая четверть ярда. Приложила ее к русалкам в готовом варианте. Был такой же каунт канвы. И по краям осталось буквально по 2 сантиметра. То есть на оформление, если там будет паспорту, в принципе, можно брать. Но я люблю, когда оставляют какое-то пространство. Хотя бы как тут. И тут, в принципе, идеально. При четверть ярда это нужно так расположить эти русалки. Точно, чтобы ни один крестик. Если вы на один-два крестика ошибетесь, у вас тут будет больше, тут будет меньше расстояние. И это очень тяжело. Вот так вот точно. Конечно, можете начать с середины. Но нет гарантии, что где-то там собьетесь или еще что-то. Там, в общем, идет впритык. А плюс еще нужно хотя бы 2 сантиметра на оформление. Поэтому или у вас будут полностью вот так вот русалки. Как сказать. Ну, они будут под обрез. Вот так вот идти. Эти 2 сантиметра у вас идут на оформление. Или вам придется дотачивать ткань каким-то образом. В общем, думайте сами. В принципе, можно купить этот большой отрез ткани. Разместить русалки правильно. Оставить воздух по краям. И вышить еще какой-то маленький дизайн. То ли еще одну русалку, одну рукорбит. Они, в принципе, маленькие там идут. Или на усмотрение свое. Куда вы там хотите эту ткань потом. Мы же знаем, мы рукодельницы, вышивальщицы. Все определим. Но вот по поводу этих русалок такой идет расход ткани. То же самое королева зимняя с оленем. Но там я предложила эту четвертинку ярда льна. В принципе, там тоже помещается. Но там она даже за края выходит по 2 бисеринки. И когда вы берете лен еще ручного окрашивания, у вас могут быть какие-то пятна. А они обязательно будут, потому что этот лен вручную окрашивается. А вам не хочется, чтобы они, допустим, вот тут, вот это пятно было. Поэтому вы ткань немного смещаете. И место расположения меняется. И уже сэкономить канву вам не удастся. Такие вот небольшие заметки еще. Надеюсь, кому-то эта информация будет полезная. Я решила это видео записать. Не писать комментарии, Оксане, ответ. А вот ответить именно наглядно, чтобы вы поняли. То же самое вверху нужно оставлять. Вы видите, место оставлено и тут внизу. Потому что вначале первую свою королеву, когда я вышивала, я же, как всегда, мы привыкли. Вот как схема дана. От схем я отступаю там сколько? 5 сантиметров. И начинаю вышивать. Я снизу иду. Тут нужно обращать внимание на то, что у Норы Корбит в основном дизайны все оформляются без паспорту. Ну, это на любителя. Я люблю без паспорту ее дизайн оформлять, потому что ткань такая, что, в принципе, позволяет нам не делать паспорту. И тогда вам нужно намного больше оставлять тут места. Я теперь стараюсь внизу много оставлять, вверху тоже и по бокам. Поэтому такая ситуация. Спасибо всем за просмотр. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Следующее видео будет о моих наборах Dimensions, вторая часть. Спасибо за внимание еще раз. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok